Проблемы жителей микрорайона Кувшинка под контролем. Глава Чувашия Михаил Игнатьев провел рабочую встречу по развитию микрорайона. В совещании приняли участие руководители города, строительный компаний «Лидер» и жители самовольного поселка Шанхай, где и ведется комплексная застройка. Роза Леонтьева живет в микрорайоне более 20 лет, а рассказывает, что когда приехали в Чебоксары на работу, жилья не было. Долгое время снимали квартиру, а потом купили засыпушку. Домовые книги у нас все есть, план дома все есть. А через 18 лет мы построили новый дом. Однако домовая книга – это не свидетельство о праве собственности на землю. И вот у жителей поселка как раз и нет. Следовательно, все дома и засыпушки, и коттеджи возведены незаконно. Никаких планов застройки в Шанхае, разумеется, не существует. Дома лепятся друг к другу в хаотичном порядке. Улочки узкие, и для сотрудников МЧС это дополнительная головная боль. В случае пожара добраться до очага возгорания и локализовать его очень трудно. Кроме того, здесь нет канализации. Все стойки в неочищенном виде поступают прямо в кувшинку. Да еще сами жители организовали по берегам несанкционированные свалки, что усугубляет экологическую проблему микрорайона. В декабре 2011 года строительная компания «Лидер» выиграла конкурс на комплексную застройку территории. Стал вопрос о сносе самовольных построек. Выезжали туда с представителями компании-застройщика, в том числе сам руководитель компании был. И мы жителям сказали, что в ближайшее время будут заключены договора долевого участия или выплачены компенсационные выплаты. Не во всем есть согласие. Компания застройщик сегодня предлагает квартиры площадью от 33 квадратных метров для жителей микрорайона. Не всех это устраивает. Кто-то заключает договора, кто-то просит больше. Несогласные жители микрорайона обращались в суд. Но в 2014 году прокуратура не нашла нарушений в деятельности ни администрации города, ни застройщика. Тогда же началась стройка. Сейчас в микрорайоне Кувшинка уже поднят один дом, который строители планируют сдать в этом году. Начали строить в 2014 году. На сегодняшний день поднято 4 дома. С земли вышел 5 дом, 16 позиция. В этом году собираемся сдать 30 тысяч квадратных метров. На территории 289 домов, установленных по результатам инвентаризации совместно с администрацией города и администрацией Калининского района. Из них 90 семей получили квартиры в строящемся доме или денежные компенсации. Александр Ильин из тех, кто согласился на условия застройщика, получил денежную компенсацию. Он считает, что компания, работая с жителями микрорайона, вполне цивилизована. Я очень доволен, что он наконец-то переехал. Поэтому, нисколько не сожалею, мне предложили компенсацию. Я получил и купил свое жилье уже. С действиями застройщика не согласны лишь те, кто взамен Хибар успел построить в Шанхае двухэтажные коттеджи. Тоже, разумеется, незаконно. Понятно, что 33 квадратных метра – неравноценный обмен, но и строительная компания не может работать себе в убыток. По договору с администрацией города, строители обязаны предоставить жителям микрорайона Шанхае благоустроенное жилье. И вопрос мог решиться вполне мирно. Мне кажется, некоторые депутаты просто вводят в заблуждение людей. На самом деле. Говорили про расселение давно, что когда-нибудь сразу снесут. Поэтому кто-то строил выше, кто-то не строил, зная, что куда-то сносит. План развития территории микрорайона Кувшенко рассчитан на ближайшие пять лет. Но для того, чтобы он был успешно выполнен, жителям, городским властям и строителям сначала необходимо прийти к соглашению. Задача, чтобы общественно-политическая ситуация оставалась стабильной, меньше было конфликтов и вообще не было ущемления прав граждан Российской Федерации. По результатам совещания собравшиеся решили создать рабочую группу, участники которой встретятся с каждым домовладельцем и обсудят перспективы разрешения спорных вопросов, после чего будут приняты меры по их возможному урегулированию. Татьяна Молокова, Андрей Шоклев, Республика.